Всем привет! Сегодня я хочу вам показать рецепт абсолютно элементарно готовящихся капкейков, которые получаются и очень воздушные и сочные внутри. Также они имеют в составе творог, что тоже очень полезно. Получаются очень вкусными, улетают очень быстро и готовить очень просто. Поэтому, соответственно, просто требую, чтобы вы обязательно попробовали, хоть чуть-чуть. Они вот такие вот пушистики получаются. Из этой порции как раз получается где-то 12-14 штук. Для начала нам нужно поставить масло, чтобы оно немножечко размягчилось, либо поставить его в микроволновку. И дальше у нас все нереально просто. Буквально все смешали и забыли. Я добавляю творог. Если творог у вас хорошо такой зернистый, прям хорошими крупинками, то лучше его перебейте блендером, для того, чтобы он был более однородный. Если творог мягкий, просто добавляйте его. Добавляю сюда размягченное сливочное масло. Его я чуть-чуть еще в микроволновке подогрела. Добавляю сахар и ванильный сахар сразу же сюда. И добавляю яйца. Затем мне нужно будет поставить это все перемешиваться до момента растворения сахара. На небольшой такой скорости, где-то на двоечку-троечку я ставлю. И пускай себе перемешиваются. Я пока вместе отвешиваю муку. После того, как у нас сахар там практически растворился, я добавляю сюда уже соду. Соду у нас чуть-чуть. Ее нужно погасить либо лимонным соком, либо уксусом. Добавляю сюда к тесту и засыпаю сюда отвешенную муку, в которую я еще добавила немножечко разрыхлителя. Пол чайной ложки этого достаточно. Разрыхлитель придает мелкие пузырики, а сода более крупные. Пускай это все у нас перемешивается до однородности. Тесто не получается таким, как бисквитным. Оно получается плотнее. Но зато его удобно раскладывать по формам. Вот такое вот тесто у нас получается, вязкое. Теперь его нужно разложить по формочкам. Формочки должны быть заполнены не более чем на две трети. У меня обычно даже получается так, что они наполовину заполнены. Потому что они хорошо поднимаются. Выпекать я буду вот в таких вот бумажных формочках, но потом я буду их снимать и ставить такие красивые желтенькие тюльпанчики. Просто можно выпекать и сразу в тюльпанах, но не хочу, чтобы они у меня промаслились. Все, отправляем в духовку. Духовка разогрета до 180 градусов. Пекутся они у нас от 20 до 30 минут. Смотрите обязательно по своей духовке. У всех она разная. Чтобы шапочка у вас чуть-чуть подзолотилась и получаются вот такие вот красивые сверху пушистенькие шапочки. Дайте кексикам остыть. Затем я буду вырезать срединку. Конечно же этого можно не делать, а использовать сразу кексики по назначению. Но я вот вырезаю срединку и буду туда вот добавлять начинку. Начинка может быть разная. Это может быть какой-нибудь крем, это может быть какой-нибудь джем. У меня это будет творожная начинка. И еще я сразу же снимаю бумажные вот эти вот штучки. Такой вот красивый кексик получается. И отправляю его в тюльпан. Так будет красивее, мне кажется, для подачи. Буду для украшения использовать швейцарскую меренгу. Ссылочку на нее я оставлю в описании, чтобы не делать очень длинным видео. Внутрь у меня пошел такой творожно-клубничный крем. Творог просто перебитый с клубничным джемом. Очень вкусно получается и очень легко. И сверху у меня вот эта белковая шапочка. Просто потому, что кексики такие у меня для деток. И они не будут есть никакие чизы и крема жирные. Также для украшения буду использовать вот такие вот шарики. Это шарики из остатков со средины кексиков, которые я перетерла и добавила немножко творожного крема. И затем скрутила вот такие вот шарики. Можно добавить немножечко масла, чтобы они были более стабильные. И вот выкладываю их. Также у меня здесь персик, посыпка и шоколадная капелька. Ну и конечно же картинка на мастике. Все очень-очень быстро, очень красиво. Обязательно пробуйте и не забывайте, конечно же, поставить пальчик вверх. Стараюсь для вас. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok